Сейчас вам расскажу несколько фишек при возведении стен. Дальше еще такой важный момент, мало об этом кто знает. При возведении стен нужно учитывать, если вы этого не сделаете, вероятность 90% что эта штукатурка отвалится. Работы и материалы нашему заказчику обошлись. Всем привет, мы в Королеве, улица Пионерская, двухкомнатная квартира, площадью 59 квадратных метров. Клиент заказал у нас механизированную штукатурку стен и дополнительно попросил возвести перегородки. Сейчас мы полностью демонтируем участки стен. От застройщика завезем материал и начнем укладку стен. Материал у нас газобетон толщиной 10 сантиметров. Приедем на эту квартиру, когда уже будут возведены стены. Закончили возведение перегородок. Всего у нас получилось 60 квадратных метров. Сейчас вам расскажу несколько фишек при возведении стен. Блок у нас кладется на базальтовую сетку. И далее каждые три ряда тоже идет сетка для усиления кладки. Кладку до потолка мы не доводим. Оставляем 2-3 сантиметра, чтобы плита не давила на стены. Шов пенем. Обычной монтажной пеной можно использовать огнестойку. Дальше еще такой важный момент. Мало об этом кто знает. При возведении стен нужно учитывать параллели, к примеру, в коридоре. Если здесь у вас будет плитка, и чтобы не было никаких сбоку подрезок диагональных, вы эти стены делаете максимально параллельными. А так как у нас здесь коридор буквы Г, эти стены тоже мы параллелим. То есть вот эта стена параллельно этой. То есть если не получается кладкой сделать параллель, уже на этапе штукатурки это все формируется, и делаются стены абсолютно параллельными, чтобы уже при укладке чистовых покрытий у вас не было проблем. Это важно понимать и помнить при возведении стены. Очень важный момент. До начала штукатурных работ нужно демонтировать отопительный прибор, сбить эту штукатурку от застройщика, и уже потом наносить только свою. Если вы этого не сделаете, вероятность 90%, что эта штукатурка отвалится. Приедем на эту квартиру, когда уже все штукатурные работы будут выполнены. Закончили работы по механизированной штукатурке стен. На все про все у нас ушло ровно две недели. Это с учетом возведения перегородок. Сейчас штукатурка сохнет, и вот видите, сухие участки и более влажные. Вот если в комнате посмотреть, стоит отопительный прибор, теплый воздух поднимается вверх, здесь сухо, здесь сухо, а по бокам еще влажно. Штукатурке нужно будет еще постоять неделю, чтобы уже можно было приступать к следующему этапу. Вот здесь вот стенку не штукатурили, здесь стена ограничит соседями, и здесь будет шумоизоляция. Теперь по стоимости работ и материалов. Работа и материалы нашему заказчику обошлись в 330 тысяч рублей. Это возведение перегородок, штукатурка стен по маякам, и полностью все материалы, блоки и штукатурка. Все ваши вопросы вы можете писать в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Отдельно услугу по механизированной штукатурке вы можете заказать в нашей компании. Все контакты будут в описании, поэтому звоните, и мы сделаем вам механизированную штукатурку стен по маякам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...